Здравствуйте, это 100 вопросов об ICO за одну минуту с Владимиром Поповым. Владимир, а можно ли не делать при ICO и почему? Да, про при ICO мы разговаривали и вот появился вопрос, можно ли его не делать. Да, действительно, в ряде случаев при ICO можно не делать. В каких? Во-первых, если вы делаете закрытый раунд и на нем собираете необходимую сумму для маркетинга, для технического развития и так далее. Второй момент, почему можно не делать при ICO, если вы делаете длительное ICO, которое в принципе само по себе закрывает все основные финансовые аспекты. И вы в ряде случаев даже можете деньги, которые уже получены по смарт-контракту, если правильно все настроено, использовать для того же маркетинга, развития, даже силу и так далее. Необходимо лишь помнить о том, что при ICO какие-то стадии на ICO и так далее, они зависят всего лишь от одной вещи, от экономики вашего токена. То, о чем мы говорим постоянно, то есть в зависимости от того, как будет развиваться ваш проект и как на это будет влиять экономика токена, и будет, собственно, дан ответ, нужно при ICO в конкретном случае или нет. Продолжение следует...